Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Сегодня в программе. Откуда берутся детские страхи? Могут ли они передаваться по наследству? И как от них избавиться? Советы психотерапевта. Какие игрушки могут напугать и наоборот избавить от страхов? И о том, как играючи преодолеть страх перед врачами и научиться обращаться с медицинскими инструментами в ближайшие 20 минут в маминой школе. Так часто бывает, что дети по ночам приходят в спальню к родителям и жалуются на страшный сон. Они боятся вернуться в свою кровать и плачут. Что делать с детскими страхами? Почему они возникают и как помочь ребенку? Обо всем об этом мы поговорим с нашим гостем, психотерапевтом Истоминой Викторией. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Виктория, ну действительно, страхов много. И не только ночные кошмары и страшные сны, но еще страх высоты, боязнь темноты, боязнь каких-то чужих людей, врачей, докторов, просто на улице людей. Почему возникают эти страхи? Какие они бывают? Начнем с того, что чувство страха, естественное, фундаментальное чувство, такое же базисное, как чувство интереса, удивления, печали, любви, в конце концов. Оно присуще каждому человеку и даже не только человеку, оно присуще и представителям дикой природы. Животным. Животным. Да, но дело в том, что это чувство, оно приносит немало хлопот как детям, так и родителям. Вот есть какая-то классификация страхов? Какие они бывают? Абсолютно верно. Страх сам по себе может быть полезен. Он может стимулировать и организовывать нас к активным действиям, которые помогут преодолеть какое-то препятствие, справиться с врагом, с каким-то стихийным бедствием. Но чаще всего страх имеет разрушительное, дезорганизующее начало. Многие из нас и наши дети страдают от страхов. В разные периоды времени встречаются разные страхи. У новорожденного ребенка, у ребенка до года, встречается страх резких звуков. Они боятся отсутствия мамы. В 2-3 года ребенок начинает бояться темноты. Он начинает бояться боли и вследствие врачей, и любых медицинских манипуляций. И бояться идти к врачу, например. Абсолютно верно. Дети постарше, 4-5 лет, у них развивается фантазия, и они могут нафантазировать себе существование каких-то страшных объектов. Леших, домовых, баба-яга. То есть это боясь сказочных героев каких-то. Сказочных персонажей. Абсолютно верно. В 6-7 лет дети боятся смерти своих родителей и смерти вообще. В школьном возрасте, младшем школьном, они боятся публичного выступления, боятся неадекватного поведения, боятся того, что над ними будут насмехаться сверстники и взрослые учителя, родители, бабушки, дедушки. Ну вот мы сделали классификацию по возрастам. А все-таки какова причина, что в том или ином возрасте возникает определенный страх у ребенка? Причин несколько. Начнем с того, что это наследуемый признак. Страхи могут быть наследуемыми? Абсолютно верно. Предрасположенность к страхам наследуется. Ну то есть, например, если мама идет по улице с ребенком, увидела собаку и судорожно хватает ребенка и сама пугается собаке, соответственно, ребенок понимает, что это объект повышенной опасности, он тоже начинает бояться эту собаку. Абсолютно верно. То есть даже не столько слова, сколько действия и реальные эмоции родителей передаются ребенку. Ребенок видит, что родители тревожно-мнительные, и он принимает их тактику поведения. Это первый момент. Чаще, более распространенные явления, это специальное запугивание детей, когда взрослые начинают говорить, не будешь слушаться, отдадим тебя милиционеру, не будешь делать то-то и то-то, пойдешь к врачу и так далее. То есть умышленное поведение родителей направлено на запугивание ребенка, чтобы он слушался. Чтобы он слушался, да. Чтобы он был подчиняем. Давайте объясним родителям, почему нельзя этого делать. Нельзя это делать вследствие того, что разовьется страх. Сначала это будет страх какого-то конкретного объекта, например, милиционера или врача. Это само по себе плохо, потому что милиционеру необходимо доверять. В случае каких-то ситуаций, например, ребенок потерялся, он должен обратиться к милиционеру. Врачей тем более нельзя бояться, потому что они несут здоровье. Да, и потом следующий поход к врачу станет проблемным для родителей. Абсолютно верно. Потому что ребенок будет бояться врача. Абсолютно верно. Поэтому это ошибка родителей, когда они запугивают ребенка умышленно. В чем еще мне видится проблема? Взрослые, чересчур активно воспитывающие своих детей, то есть такие с доминирующей позиции взрослые, начинают считать, что их ребенок должен быть лучшим во всем. Они предъявляют к нему завышенные требования. Абсолютно верно. И в результате ребенок развивается ненормально. В чем это проявляется? В высокой степени тревожности. Когда он выходит к доске отвечать урок, он думает не столько о предмете своего ответа, сколько о том, что же ему поставят и как же он будет выглядеть. И что он скажет родителю, если вдруг ему поставят 4, а не дай бог 3 или 2. Какие еще могут быть причины детских страхов? Не только родители виновны в формировании установки на страх, но и подчас социум, который выбрасывает на общее обозрение журналы с устрашающими картинками, игрушки устрашающего вида. Мультипликация также достаточно агрессивная, которую перенести детская психика не в состоянии. Или, по крайней мере, не каждый ребенок может это вынести. Сказки со страшными персонажами были всегда, но не всегда это приводило к развитию фобии. Сейчас, когда пугают все на телевидении, в журналах, в садиках, дома родители, это общая аура, общий такой флер страха, тревожности повышенной, он сказывается, конечно, на ранимой детской психике. Ну, порой даже игрушки бывают агрессивными и страшными, и могут провоцировать страхи у ребенка. Такое случается. Как раз из нашей рубрики «Практичная мама» мы узнаем, на что обратить внимание при выборе игрушки, чтобы игрушка не напугала ребенка. Что может заставить человека подарить годовалому ребенку вот такое чудище? Только полное равнодушие. Или злой умысел. Ведь страшная игрушка может негативно повлиять на неокрепшую детскую психику. Для формирования страхов достаточно обыкновенной игрушки, которая ребенку не понравится или покажется страшной. Психологи уже давно забили тревогу от замены добрых кукол, в которых мы играли в «Дочки матери» на Барби, которую вряд ли запелена. И неоднозначное чувство вызывает крупный Бэтмен, «Человек-летучая мышь» из американского мультфильма, и «Человек-паук», которые вытеснили миниатюрных оловянных солдатиков. Выбирая игрушку, важно учитывать ее возможный психологический эффект и возраст ребенка. Если вот такой динозавр годовалого малыша испугает, то шестилетний человек уже вполне способен осознать эволюцию жизни на Земле. И он знает, что это вовсе не чудовище, а вполне законный житель нашей Земли, только далекого прошлого. Покупая игрушку, вы должны сразу представить, что ребенок будет с ней делать. Одним из главных видов детской деятельности психологи выделяют освоение норм отношений между людьми. А освоить эти нормы помогают прежде всего игрушки, которые предполагают общение. О чем и на каком языке малыш будет разговаривать вот с таким трансформером? А вот этого плюшевого мишку так и хочется пожалеть, накормить, уложить в колясочку. Или нет? Лучше вообще с ним не расставаться, даже на ночь. Кстати, ваш ребенок тоже любит засыпать с любимой игрушкой? И это хорошо. Психологи советуют не отнимать у ребенка игрушку, с которой он засыпает, чтобы не нанести ему стресс. Стресс способен привести к неврозу. Ребенку не по себе оставаться один на один с ночной темнотой или первые дни в детском саду. Что же выручит? Конечно, любимая мягкая игрушка. А еще малышу очень важны тактильные ощущения. Отсюда тоже нежелание расставаться с полюбившейся игрушкой. Так что вот такой плюшевый леопард или котенок способны обеспечить малышу хорошее настроение, спокойствие и значит для становления личности и психологического здоровья ничуть не меньше, чем отсутствие ссор в доме. Игрушки могут формировать не только положительные качества, но и грубость, агрессию и равнодушие. Будьте внимательны. Старайтесь выбирать игрушки в адекватной цветовой гамме. Красные слоны, синие тигры, а также существа неизвестных видов и пород могут сбить толку ребенка. А если ваше чадо предрасположено к агрессии, исключите из его игр, пистолеты, монстров и тому подобное. Но не с помощью запретов. Запреты вообще малопродуктивны. Они тоже порождают страх, от которого потом трудно избавиться. Страх способен породить излишнее любопытство. Поэтому объясняйте ребенку, как играть с той или иной игрушкой. Пусть он развивает зоркость, стреляя по мишени, а не целится во всех прохожих. А если малышу подарили страшную игрушку, придумайте историю, в которой данный персонаж побеждает зло или спасает кого-либо. Будьте внимательны, с какими игрушками играет ваш ребенок. Притягивайте в свой дом добро. Ну вот, мы посмотрели нашу рубрику и поняли, что игрушки должны быть добрые. Когда родитель покупает игрушку, он должен внимательно к ней отнестись. Как будто он сам ребенок и приобретает ее для себя. Если он увидит, что эта игрушка ему не симпатична или тем более его пугает, ни в коем случае покупать ее не следует. И вообще, наверное, дома ребенка должно окружать больше доброго и хорошего. Потому что в окружающем мире так очень много негативного и страшного. Когда родители укладываете своих детей спать, пожелайте им доброй ночи, поцелуйте и ни в коем случае не ругайте. Нельзя детей ругать до сна и сразу после пробуждения. Мы с вами перечислили, какие бывают страхи и назвали наиболее встречающиеся причины появления детского страха. А ведь страхи еще бывают приобретенные. То есть что-то случилось в жизни, какой-то кризис, какая-то трагическая ситуация в жизни ребенка. Этот страх тоже у него возникает. Абсолютно верно. Чаще всего это относится к таким ситуациям, когда ребенка кусает какое-то животное. Собака, лошадь, паук, насекомое большое и устрашающее. И он начинает бояться именно это животное. В случае, если что-то произошло, если у ребенка действительно есть страх, что вы посоветуете родителям, что надо сделать с ребенком, чтобы его избавить от этого страха? Как ему помочь? Я рекомендую родителям очень внимательно относиться к своему ребенку. И если вы заметили, что его поведение несколько изменилось, в частности, он стал беспокойным, он стал временами замирать с гримасой страха на лице, то нужно мягко поинтересоваться, что его пугает. Не обвинять его ни в чем, не ругать его ни в коем случае, а именно поинтересоваться и узнать причину страха, чего конкретно он боится. А есть какая-то методика, способ, как узнать, что случилось с ребенком? Самая простая методика – это предъявление ему следующих вопросов. Скажи, пожалуйста, ты боишься врачей? Он дает ответ – да, нет. Скажи, пожалуйста, ты боишься собаку? Ты боишься лошадь? И так далее. То есть просто перечислить ему какие-то ситуации? Абсолютно верно. То есть такой опросник провести с ребенком. Самый простой опросник. Проводить его нужно очень ненавязчиво, для того, чтобы не спровоцировать, во-первых, возникновение какого-то страха, которого еще не существует, а во-вторых, для того, чтобы ребенок был расположен рассказать о том, что его беспокоит. Ведь страх – это очень сокровенное чувство. И не каждый ребенок и не в каждой ситуации о нем расскажет. Ну, вот бывают такие страхи, которые невозможно понять. Вот, например, ребенок боится воды. И чтобы мама не старалась делать, ничего не получается. Абсолютно верно. У меня был такой клинический случай, когда девочка 4-х лет отказывалась мыться, отказывалась мыть руки и вообще пугалась всякий раз шума воды. И как же вы выяснили, что произошло? И удалось выяснить следующее, что когда она была совсем крошечным ребенком, там ей было менее двух лет, мама ее купала в ванне, набирая воду в ванну. То есть шумела вода большим напором. И мама вышла из ванной комнаты, случайно погасив свет. В результате ребенок остался в темном, маленьком помещении, в котором шумела вода. И условный рефлекс этого страха был перенесен на воду. Всякий раз, когда она слышала шум воды, она испытывала страх. Можно избавить человека от страха? Есть такое мнение, что детский страх люди перерастают. То есть они проходят сами собой. Бывает и такое, но иногда детские страхи переходят во взрослую жизнь, трансформируясь во что-то иное, более серьезное. Поэтому, на мой взгляд, лучше обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту и избавить ребенка от этого неприятного чувства. Здравствуй, Рита. Здравствуйте. Рита, я хочу тебе показать, это тетя Вика. Мы вместе сегодня будем играть. Риточка, можно я задам тебе несколько вопросов? Расскажи, пожалуйста, как зовут твою мама? Юля. А какие у нее глаза цветом? Голубые. Голубые, замечательно. Ты знаешь какие-нибудь буквы? С. Умничка, умничка. Рита, скажи, пожалуйста, боишься ты чего-нибудь? Драконов. Да ты что? А каких драконов ты боишься? Которых в пещере живем. Больших или маленьких? Больших. А маленьких? Нет. А я тебе предлагаю поиграть с одним маленьким и совсем не страшным драконом. Сейчас мы его найдем. Ух ты, у тети Вики есть дракон. Вот это да! Нам в гости прибежал дракоша. Здравствуй, дракон. Меня зовут Наташа. Привет! Привет! Его зовут Фуфик. Странное имя для дракона. Он тебе нравится? Он не страшный? Нет. Видишь, оказывается, драконы бывают и не страшные совершенно. А ты можешь его взять на руки? А ты могла бы его уложить спать? Да. А как ты его могла бы уложить спать? Покажи. Вот так. Вот так. А может быть, его стоит прижать к себе и побаюкать? Можешь? Молодец. Только он не спит. Глаза его открыты. Может быть, он тебя боится? Давай ему скажем что-то, чтобы он тебя не боялся. Не боюсь меня. Не боюсь. Не боюсь. Можно сказать, что вы уже подружились? Как бы ты его назвала? Валя. Умничка. Вот смотри, ты девочка. Он маленький дракоша. Будет идти время, ты будешь подрастать, ты будешь становиться большой, вырастешь в женщину. А дракоша тоже будет расти. Будет расти, расти, расти и станет большим дракошей. Но он твой друг. Ты маленький, он маленький. Ты подрастаешь, и он растет. Но он все равно остается добрым дракошей, правда? И остается твоим другом. А друзья защищают своих друзей. Когда он станет большим и сильным, он станет тебя защищать. Согласна? И если кто-то посмеет тебе сказать плохое слово, ох, как он за тебя вступится. Так что дракоша, ты твой друг. Виктория, я правильно понимаю, что с детьми дошкольного возраста лучше всего избавляться от страхов с помощью игры? Абсолютно верно. Нужно сочинить какую-нибудь сказку, в которой персонажем является тот объект страха, который пугал до этого вашего ребенка. Если это собака, то выберите собаку и расскажите, придумайте какую-то сказку, в которой обязательно будет конец благоприятным. А еще каким образом можно с дошкольником избавляться от страха? С дошкольником можно нарисовать страх. Я могла попросить Риточку нарисовать свой страх. И она бы его изобразив, смогла сделать с ним все, что угодно. В том числе порвать, сжечь и развеять пепел. Она могла слепить свой страх из пластилина. Например, слепить какого-то страшного дракона, который ее до этого пугал. А потом... Расправиться с ним. А потом или расправиться, или каким-то образом модифицировать. То есть вытянуть его во что-то смешное. Очень хорошо, когда эмоция страха трансформируется в другую эмоцию. Веселье, радость. Итак, мы выяснили, что с детьми дошкольного возраста лучше всего избавляться от страхов с помощью игры. Из нашей рубрики «Развиваемся, играя» мы узнаем, как избавиться от страха перед врачами с помощью игры в доктора. Давайте посмотрим. Какой молодец Чуковский! Что бы мы делали без его знаменитого доктора Айболита? И именно на примере этого доброго доктора мы учим детей не бояться врачей. Но что делать, когда никакие доводы не помогают преодолеть страх? Я помню, как мой годовалый ребенок ни в какую не хотел дать себя послушать стетоскопом. Все правильно, ведь он не знал, что это такое. Поэтому прямо из поликлиники мы пошли в магазин и купили набор доктора. Несколько дней подряд мой малыш слушал всех плюшевых зверей. Зато через три дня на приеме у врача он вел себя уже очень достойно. С большим пониманием отнесся ко всему процессу. Вот такая вроде бы незамысловатая ролевая игра в доктора приносит неоспоримую пользу. Прежде всего психологическую. Эта игра помогает преодолеть страх перед врачами. А если вы не поленитесь и будете играть в доктора, когда ребенок немного подрастет, вы сможете вложить в малыша массу полезных знаний и умений. Начнем с изучения инструментов, которые находятся в чемоданчике у доктора. Что там находится? Стетоскоп. С его помощью врач слушает пациента, нет ли у него хрипов в сердце или в легких. Градусник. Пора объяснить ребенку, что температура – это не сам градусник, а это состояние человека или предмета. Теплый он, холодный или горячий. Нормальная температура у человека какая должна быть? Помнишь? Да. Какая? Какая? Тридцать шесть и шесть. Тридцать шесть и шесть. Да. А если тридцать восемь? Тогда была высокая температура. А при высокой температуре болит голова. Так что если пришел к вам пациент и жалуется на головную боль, что нужно сделать? Измерить. Боление. И температуру измерить. Шприц. Это любимый детский инструмент. Все дети любят делать уколы. Поэтому в игре объясните ему главное правило. Перед тем, как сделать укол, нужно выпустить воздух из шприца. Сначала что надо набрать? Набрать лекарство. Да. Поднять шприц иголкой к потолку и немножко выпустить воздух. Помазать ваткой и сделать уколчик. Воздух ни в коем случае не должен попадать в тело человека. Это тоже можно объяснить ребенку. Полезно показать детский атлас по анатомии. Здесь можно и скелет рассмотреть, и кровеносную систему, и сердце, и легкие, и органы пищеварения. А какое впечатление производят рисунки зубов с корнями? Глядишь, ребенок по биологии одни пятерки будет получать. Не забудьте про практические занятия. Как хорошо научить ребенка перебинтовывать, накладывать шины, ставить градусник и делать уколы. Почему бы пока не потренироваться на плюшевых зверятах? Чем старше ребенок, тем игры будут все серьезнее и насыщеннее. Пора узнать, какие бывают врачи. Терапевт, невропатолог, окулист. И поиграть во всех этих докторов. И может быть вот так играючи вы поможете своему юному доктору определиться в дальнейшем с будущей профессией. Вот с дошкольниками понятно, мы выяснили, что с ними надо в игре избавляться от страхов. А какие еще рекомендации вы дадите родителям, чтобы они помогли своим детям? Во-первых, нужно быть чутким к своему ребенку. И внимательно относиться к любым изменениям в его характере, в его поведении. И если вы наблюдаете, что появилась какая-то тревожность, нужно выяснить, с чем она связана и чего конкретно он боится. Если он вам рассказал открыто, чего он боится, например, он боится отвечать на уроки, вы должны сделать для себя вывод, вы, наверное, слишком строги к выполнению домашнего задания. И в беседе научить его бесстрашному поведению. Своим бесстрашным поведением вы демонстрируете как раз то, что причины для страха не существуют или мнимые. Ну что ж, спасибо вам большое, Виктория. Рита, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Я надеюсь, теперь ты не будешь бояться драконов, а будешь с ними дружить. Точно? Присылайте, пожалуйста, свои сообщения на электронные адресы по почте, я обязательно отвечу. Заходите на форум, там обсуждаются интересные вещи. И помните, что воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителей. Если вы своим собственным примером будете показывать, что вы ничего не боитесь, то и ваш малыш будет смелым и бесстрашным. С вами была Наталья Полетаева. Семейного счастья и до новых встреч!